я даже не буду видеть дмитрия фролова и композитор, который написал музыку к этому фильму Сергей Ашолкова старший если можно, я хотел бы чтобы мы что-то об этом и сказали? я не знаю здравствуйте спасибо я по поводу сейчас я и так могу ничего не слышно давайте так, я скажу меня будет слышно смотри, Дмитрий Алексеевич Фролов говорит, что имеет тейп за фильм дети блокады он снимал его как оператор и лауреат без численного совершенно списка конкурсов самых разных о, отлично хорошо не говорите спасибо большое и без численного количества самых престижных международных кинофестивалей включая Каннский ну правда там это параллельный Каннский не тот Каннский вот значит он снимает да он вообще обычно молчит обычно мы с вами говорим уже с актрисой вот Натальей Сырковой может выйдешь сразу сюда она в этом фильме ну и все выйдет тогда может Ирина Игоревна тоже выйдет сюда и все надо будет смотреть а кино можно не смотреть тогда можно уже говорить ну Наташа в этом фильме буквально в одном небольшом эпизоде будет видна вот существо существо да искусствовед доктор философии вообще Ирина Игоревна Григорь Янц вот ну такая тесная компания я маленькую медисторию скажу когда до лет 20 может быть сколько да 20 лет назад примерно режиссер режиссер телевизионный режиссер он на канале культура работает вот я ему позвонил мы снимали еще в 90-е годы вот я позвонил Григорь Миша какой-нибудь фильм вы мне на фестивале показали у меня фестиваль называется скромный Сергей Сколков и его друзья вот в этом году он прошел в 26-й раз и он говорит ты знаешь есть на качественном фестивале вам показали фильм абсолютно гениальный по Хармсу называется клоун ада клоун ада клоун ада это был фильм Димы Вролова и там Наташа снималась много замечательных артистов вот я думаю что в дальнейшем когда Краш Глук будет проводить уже сотая собрание или двухсотая наверное пока что мы это сделаем вот и с тех пор мы дружим потом я много использовал моей музыки в своих разных фильмах одному я написал специальную музыку это был фильм посвященный блоку над озером и там мы играли наверное мы его тоже покажем поскольку есть рояльный фильм и даже экран появился мы его тоже покажем как-нибудь там я сижу наследуя так сказать традиции Петри Дмитрия Шостаковича который начинал свою деятельность как-то бил в кинотеатре в Ленинграде в Петро Граде еще вот я сижу под экраном и играю в этом фильме что касается сегодняшнего фильма ну что я так все рассказываю фильм был создан постепенно причем Дмитрий Алексеевич удивительный человек ну мало того что он владает уникальным музыкальным слухом но он мастер монтажа это совершенно нетрадиционное даже не фестивальное это просто свое кино свое видение жизни мира и людей вокруг ну вот он как-то снимал постфестивальные пикники у нас бывают на побережье Фенского залива он снимает вообще наручную камеру древнюю на пленку фильм снимает на пленку сейчас переведен в цифру вот и год назад почти уже в октябре состоялась премьера этого фильма в галереи док-арт 25 октября к столетию окончания гражданской войны вот с тех пор он показывается несколько раз так ну все я это рассказал кто еще так как все-таки да поскольку премьера была действительно у нас в галереи и мы очень к этому готовились и как бы фильм задумывался действительно именно к этому событию до общения окончания столетия окончания гражданской войны когда вы сейчас его увидите вы поймете что то ли это действительно такой рубеж когда уже непонятно то ли это историческое событие то ли это предвосхищение того что происходит сейчас то есть когда мы первый раз посмотрели ну мы там действительно снимали мы там не сказали поденьте что-нибудь из серебряного века мы посмеялись как у нас конечно по факту это алое и так и лежит но тем не менее было все очень мило было все замечательно 5 лет прошло в процессе подготовки фильмов примерно но как бы была другая идея но ему удалось предвосхитить и почувствовать те события которые начались после то есть как бы уже к этому времени к столетию окончания гражданской войны и это смотрится сейчас совершенно конечно по-другому потому что добавился вот тот опыт современный опыт в котором мы все участвуем и мне кажется что это такая черта гениальности Дмитрия я не говорю про музыку Секера Ценченко музыка вообще вселенская и много нам чего говорит и много из этого мы все равно до конца не понимаем постоянно прочитывая все новое но вот это умение такое я бы сказала такой музыкально романтический кинематограф который дает возможность свободного полета творческой мысли и в какой-то момент отключается рацию то есть нет населенного материала материал работает сама по себе и пленка работает сама по себе это пленка света скажем так которая в общем-то уже действительно она где-то старая где-то она лежала она дает очень интересный эффект тоже как бы сама по себе все вроде бы как-то сама по себе Наташа это тоже было давно как бы но это же другое это другое а вот здесь это легло и в результате получается вот такое лекальное произведение собственно любое произведение должно наверное выдающееся строить таким образом когда есть сочетание некого замысла больше не еще стоит а потом материал начинает работать на этом деле и в этом конечно особая привлекательность вообще фильмов Дмитрия Фролова и этого особенно потому что вот он действительно попал в такую болевую точку то есть когда мы действительно увидите мы смотрели 25 октября 22 года фирма посвящен мне столетию окончания Гордонска в России Дмитрия Фролова Дмитрия Фролова не хотят не хотят покритиковать потом была долгая дискуссия в которой мы пришли кроме того что довольно нужно только у меня ощущение вы можете смотреть так что это действительно старые открытки но это не какая-то коллекция только что купленных бережно хранимых чистых а это как когда перебираешь какой-то архив там поздравления неизвестно кого неизвестно кому или просто переписка то есть вот такой набор немножко отрывочный но связанный с главным героем фабулы сюжет очень простые но действительно богатейшие образный ряд который действительно Лена безошибочно определила что здесь вмешалось время у любого шедевра два автора автор и эпоха эпоха выступила очень мощно и как я вижу этот фильм и о том времени и о нашем и главное о нас такая уходящая натура что будет дальше кто придет нам на смену ну очень давайте смотреть к нам хочу обратить внимание спасибо Анташенко внимание такое обратите внимание что в фильме много хроникальных кадров и что они таким образом не отличаются от съемок современных как такое ретро все дальше если будут вопросы или претензии мы ответим спасибо 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 спасибо